всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл но наконец-то не прошло и года но не год на самом деле а где-то около двух недель числа двадцатого я получил asus zenfone max pro m2 для тестирования и вот только вечером 2 января я приступаю до этого просто никак не было времени слишком много всего интересного произошло о чем я расскажу как нибудь в другой раз asus zenfone max pro m2 заметьте если бы не приставка m2 то это был бы совершенно другой смартфон обзор на него у меня уже вышел этот смартфон безусловно интересен огромной батареей емкостью 5000 миллиампер час безусловно интересен модуль nfc далеко не все производители даже в эту цену особенно китайские типа сяоми мейзу даже более дорогие почему-то забивают на и на все мне он не нужен совершенно но я знаю что нужен вам потому что комментариев об они все огромное количество ну и кому-то пригодится мне например бывает иногда надобность когда мне нужно и две сим-карты и карту памяти да иногда такое бывает смартфон всем интересен но есть свои минусы свои плюсы все как обычно и так начинаем а вот с внешним видом телефон получился наверное красивым единственное мне не нравится как две камеры и вот поставлена треть темного цвета смотрится ну специфично но с другой стороны телефон получился каким-то если не брать модуль камеры то по-своему даже красивым переливается но это не стекло это пластик судя по всему это по ощущениям пластика то точно не стекло я нигде не нашел описание что это пластиковая на официальном сайте имею ввиду просто умалчивается но это пластик пусть вас это не пугает я знаю что пластик нравится да ник далеко не всем но выглядит это как стекло вот держишь руках и особо не понимаешь что это пластик или стекло но это точно пластик а рама разумеется металлическая особенность как я уже говорил 200 карты и карта памяти вот здесь телефон если немножечко пожимать в отличие от стеклянных или цельнометаллических телефонах не большой как это назвать то не прогиб не скрип но небольшое что-то ощущение не монолитности до конца присутствует это не мешает скажу честно вы потому что не всегда будете телефон братья пальцами вот так вот корпус сжимать но не отметить это я не могу рассказываю всегда все плюсы и минусы тщательно знакомлюсь с телефоном по внешнему виду у нас тут сверху дополнительный микрофон как ни странно вырезе моно брови есть индикатор уведомлений датчика пропущен о пропущенных вызовах с правой стороны кнопка громкости и кнопки включения монодинамик здесь только один вот здесь вот на торце вверху звучит достаточно мощно хороший динамик на самом деле громкий как ни странно здесь не type-c а micro usb но тоже для многих это проблемы не будет разъем для наушников а вот за это осу стоит сказать спасибо звук насыщенный и мощный так как здесь qualcomm snapdragon 660 а на qualcomm на драконах звучат аппараты обычно действительно хорошо сканер отпечатка пальцев на спинке довольно таки органично вписан про камеру я уже сказал она не нравится мне как выглядит странновато возможно вы со мной не согласитесь но вот как-то на чуть-чуть чуть-чуть бросается в глаза как что-то инородное на фоне вот этой спинки телефона есть также разблокировка лицом если для этого вам важно и как ни странно несмотря на чистый android который здесь внутри есть настройки от компании asus например можно заблокировать телефон двойным тапом по экрану и разблокировать какой функции в чистом андроиде нет кроме того есть возможность настроить цветовую температуру что тоже может быть очень полезно но вот к сожалению поменять местами вот эти кнопки назад и кнопку список последних приложений в текущей версии android я не могу текущая версия android на 2 января 2018 года если мы посмотрим то версия android 8 1 0 но обновляться должна вырез как я и говорил присутствует скрыть его программно нельзя ну опять же я думаю многие из вас привыкли мне это не нравится но кто моего мнения спрашивает честно говоря а сам экран могу сказать что вот снизу опять же проблема многих телефонов 2017 2018 года это большой подбородок снизу здесь он тоже присутствует он не такой большой но они могли бы сделать меньше могли бы сделать меньше также рамочки вокруг экрана но придираться не буду оставлю это на ваш как говорится суд нравится не нравится тут все чисто может быть субъективно кто-то и внимание не обратит поговорим об экране экран 6 3 дюйма 2 280 на 1080 это full hd плюс это 400 пикселей на дюйм и самое главное защитное стекло gorilla glass 6 это хорошо на данный момент это защитное стекло последнего поколения настройки по яркости здесь высокие достаточно высокие не могу ничего плохого сказать и не могу сказать что вау лучший экран но это тоже ребят ожидаемо конечно это все-таки не флагман но и не бюджетник нечто среднее яркости запас большой контрастности большой если что-то не понравится можете сделать настройку цветовой температуры то чего нет в чистом андроиде полный порядок добавить больше мне нечего по камерам все очень интересно 13 мегапикселей плюс 5 для эффекта боке и 12 мегапикселей фронтальная видео пишет в качестве 4k и по качеству фото могу сказать как нормально наверное не хорошо и неплохо можно выжать неплохие фотографии я не ждал что он будет снимать как телефон там за 60 а то и выше тысяч нет конечно и не разочаровал он меня ничем вы видите примеры фотографий с этого телефона на экране мало того я ради интереса в группе арт стайл группа вконтакте официальная канала если кому интересно ссылка на него под видео будет сделал вопрос как вам и большинство сошлись на том что неплохо но могло бы быть лучше опять же глаза у всех разные я очень рекомендую вам посмотреть примеры фотографий оригиналы по ссылке под этим видео в том числе и примеры селфи селфи кстати эффект боке я здесь не нашел как не пытался есть вот просто портрет там улучшения и так далее но вот именно эффект боке если вам это важно здесь нет и есть вспышка не знаю видно сейчас или нет вот она вспышка есть не только на фронтальную камеру но и на основную возможно вам это будет также интересно переходим тогда батареи здесь целых 5000 миллиампер час это действительно очень много большая реально большая батарейка кроме это больше даже чем у сяоми которые привыкли уже народ что сяоми лепит туда по 4000 здесь 5000 по ощущениям я тщательно всегда все проверяю у меня получилось 11 с половиной но я кругляю плюс-минус там 5-10 минут видео на максимальной яркости смартфон покрутил прокрутил для большого IPS экрана это очень хороший показатель отмечу экраны ps не amoled в реальном использовании тоже sim-карты со включенным nfc со включенным gps а к слову здесь не только gps но и глонас и бейду китайский есть и от gps полный порядок как и во флагманах к слову к слову разрядить за день очень тяжело понять понятно что абсолютно любую технику за день разрядить можно но при среднеактивном использовании вы фотографируете вы слушаете музыку не помню рассказывал нет но через разъем для наушники 3,5 миллиметра звучит очень хорошо но на всякий случай отмечу я всегда это отмечаю разводить крайне тяжело то есть это тот телефон который в перелет например вы записали много фильмов на него даже взяли с собой powerbank но у вас долгий перелет этот телефон будет разжаться крайне медленно 5000 миллиампер реально рулит а вот по процессору я честно говоря думал что сюда поставят qualcomm snapdragon 710 это отличный процессор который фактически не уступает как ни странно мои слова флагманскому 845 да я со мной все нормально но это действительно процессор очень хорош где же qualcomm snapdragon 660 почему-то на этом телефоне отказался запускаться тест antutu не знаю почему но это совершенно не важно самое главное чтоб понимать нам о нем нужно телефон быстрый как и все телефоны но не могу сказать что все летает быстренько шустренько но чудес каких-то нет кроме того если вы спросите меня об играх многие уже просто устали от меня слышать про пабк про word of танк ну конечно процессор не новый 710 явно будет получше это скажем минимальный вход если вы хотите играть ближе к максимальным настройкам такие тяжелые игры как тот же папк или word of танк или какие-то другие это уже не середнячок это предфлагманский но ему уже ребята извините два года если я правильно помню поэтому по этому самое главное как игровой телефон можно взять но с натяжкой все-таки ребята уже 2019 год если вам это не важно или вы готовы играть на средних настройках будет полный порядок как итог по этому телефону оболочку еще раз отмечу а потому что я рассказал много о корпусе о экране о камерах о производительности батареи что касается оболочки я только высказался о том что она не лагает смешно такое говорить 2019 это уже не лагалов я не знаю там в десятом в одиннадцать двенадцатом году уже android в десятом может и лагал все-таки еще а вот в одиннадцать двенадцатом уже не шторка уведомлений настраиваемые если вам это вдруг важно можете при желании поставить сюда сторонний лаунчер как я и говорил из настроек сторонних от производителя от точнее компании asus есть настройка цветовой температуры и возможность заблокировать и разблокировать телефон двойным тапом по экрану в принципе это все все остальное здесь чистый или кто-то называет голый кто-то называет эталонный android ну многим людям это тоже понравится зайдем в батарейку здесь тоже на что да ничего в принципе только режим энергосбережения вот на девятом кстати когда выйдет здесь красный цвет пропадет потому что на на восьмом и ниже когда включаешь энергосбережения то фон становится красным на девятке это пропадет а девятка я надеюсь на этом телефоне будет комплекте у нас кстати 2 амперное зарядное устройство кабель micro usb никакого бампера никаких наушников ничего больше нету телефон не оставил такое взрывное впечатление как свое время оставил не так и давно кстати это было сэндфон макс про и и не за того что он пластиковый не за того что здесь колоком стандартный шестьсот шестьдесятый не самый новый а не знаю может быть может быть я просто ждал что они как-то выстрелят сделал какие-то мега маленькие рамочки все-таки телефон не такой дорогой ну и не дешевый может быть ждал чего не знаю но телефон однозначно интересен и я уверен будет куча комментариев те кто им пользуется скажут отличный телефон пацаны берите как говорится не пожалеете я же своей страны высказал о нем такую ближе для меня неожиданно нейтральную точку зрения когда я его первый раз взял думаю блин классно все-таки блин машинка с nfc со всеми делами там 5000 батарейка но походив попалив какой-то вау-эффект этот у меня и пропал может отчасти пропал может быть отчасти из-за того что поставили micro usb совершенно бессмысленный зачем он нужен не понимаю когда на тайп си уже перешли вроде как уже все не знаю может быть стерео динамиков мне здесь не хватает может быть какие-то мелочи вот эта рамка под модел может быть вырез который не скрывается но в самокупности однозначно советую плохого ничего нет чтоб сказать камера плохая там экран или что-то но опять же крепко подумайте есть возможность возьмите в руки поймете ваше не ваше опять же решать только вам цены на этот телефон вы можете посмотреть по ссылке под этим видео обязательно посмотрите оригиналы фотографий ссылка также будет под видео а я же не прощаюсь и как всегда говорю до свидания если нравится то что делаю ставьте лайк не нравится дизлайк ну лайк конечно лучше подписывайтесь на канал всегда много интересного счастлива